Замечательная пара. Конечно, вот вчера, будучи на концерте не случайной связи, я удивляюсь, я поражаюсь. Если для меня, например, и для моей супруги репетировать вместе, ну, кто-нибудь когда-нибудь друг друга убил бы точно. Вот. Но люди, которые вчера выходили на сцену и сейчас выйдут, это замечательные люди. То есть, помимо того, что они и семейные пара, они еще и дуэт. Это замечательно просто. Я хочу сказать, что Ирина Петровская по образованию педагог, Сережа, вот. В общем, не буду много говорить. Все знают Барт-радио. Вот они, главные люди на Барт-радио. Ирина Петровская, Сергей Нотик. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне дозволили разговаривать. Марат нас так замечательно представил. И мы покажем вам небольшой кусочек из песен, которые мы поем. Это будут песни хорошие, не наши. Это будет несколько наших песен. И, в общем-то, первая песня, с которой мы начнем, она и была песней, за счет которой родился наш дуэт. Готов? Ольга Качанова, Вадим Козлов. Мы ходили слушать «Битлз». Мы ходили слушать «Битлз». Было нам семнадцать лет, и, конечно, мы влюбились и друг в друга, и в квартет. У нечаянной свободы мы стояли на краю и боялись перевода этой фразы «I want you». «I want you», «I want you». Целовались на скамейке, обнимались, что есть сил. Может, все же ты еврейка, мальчик мой, меня спросил, что сказать девчонке русской, чтоб себе не навредить. И мерцал под тонкой блузкой крестик на моей груди, отвечала вздохом вдовьим и глядела в темноту. И прижался маген домик к православному кресту. Сердце билось, не разбилось, но нарушило обет. Я пришла послушать «Битлз» через много-много лет. Всех дышит на белой нитью запоздавший мой приход. Мне все слышится «I need you», а мне наоборот. «I need you», «I need you», «I need you», «I need you». Мы такое повидали, мы дожили до седей. Говорю тебе, Хлоталин, верю в то, что Бог един. Сердцу биться, не разбиться, а твое стучит в ответ. Я пришел послушать «Битлз» через много-много лет. Я люблю тебя, Хлоталин, верю в то, что Бог един. Спасибо большое. Да, мы тут решили устроить небольшой листопад. Оно красиво так смотрится, когда к концу концерта стопочка образуется. Иногда у нас случаются песни, которые мы пишем сами. Чаще всего Ирина Алексеевна пишет стихи, а я пишу музыку. Хотя по-разному бывает. Ну, нет, вот одно бывает точно – стихи я не пишу. Помните, такое было? Московское время – шесть часов утра. А у нас будет сейчас «Парижское время». Парижское время. Парижское время. Бертран Аннет любит кофе и сильных мужчин Аннет не имеет для плача причин Вертран любит вести и женщин в чулках Аннет носит джинсы на тощих ногах Аннет красит губы, смеется Бертран Парижское время, 7.30 утра Ну, если говорить честно, то, конечно, спасибо всем французским композиторам за музыку для этой песни Следующий Мы так будем Маленечко меняться, потому что что-то Знаете, невозможно все время Что-то делать одновременно Вступление в поэму Тимура Кибирова Музыка Петра Кошелева Пахнет делом мое Керосином Керосинкой, сторонкой родной Пахнет шипром, как бритый мужчина И как женщина Красной Москвой Той На крыше чтестисткой Мылом, ванным мылом Добанным листом Общепицкой подливой Карниром Пахнет булочной там за углом Чуешь, чуешь, чем пахнет Я чую, чую, Господи Нос не зажму Беломором, сучаном, велюем Домом отдыха в синем Крыму Пахнет выворкой, стиркою, синькой И на ВДНХ шашлыком И глотком пертусина И свинкой, и трофейным австрийским ковром Свежеглаженным галстуком, алым Звонким штандером на пустыре И вокзалом, и актовым залом И сиренью у нас во дворе Чуешь, чуешь, чем пахнет Еще бы, мне ли местному носу воротить Политурой промасленной робой Рустим духом Ядрить, колодить Вкусным дымом пистонов Корбидом, горем луковым и огурцом Бигудями в уфе щитцели еды Рустим духом, и страхом, и мхом За скоростной поднышкой мундира И гостиницей, еж короле И солярою, и комбежиром В феврале на холодной заре И Антоновкой ближе к Калуге И Моздобской степи Анашой Чуешь, падла, чем пахнет И вьюгой И вьюгой И воркутинской пургой Пахнет, Боже, сосновой смолою Ближним боем Да раной гнилой Колбасой, колбасой Колбасою, колбасой Все равно колбасой Неподмытым общаковским болотом И бензином в попутке ночной И пахнет Родиной Чуешь ли, чудом, чудом Влада, но вестью благой Хворкой в пристационном сортире Хвоей в предновогоднем метро Постым маслом в соседской квартире Как живут они там ветером Как ругаются, страшно дерутся Чуешь Русью, дымком, портвежком Ветеранами трех революций А еще Леденцом, петушком Пахнет танцами в клубе колхозном Ох, напрасно зашли мы сюда Крикой клятвы листвы Туберозной пахнет горечью И никогда навсегда Канифолью и пухом Шубой и Шубертом Но задолбал Верандуха под сам Верандуха Как Некрасов по поэтам писал Черным кофе двойным в Седеле Брешь ты все, ну какао в кафе Юрлой и сырою шинелью В темноте на холодной заре Геркулоперикрином, заваном, зарином, гуталином На тяжкой терзе И сырой землей И глиной И судьбой И пирожным безе Чуешь, чуешь, чем пахнет Конечно, чую, нюхаю Псиной и сном Сном мертвецким Похмельным Кромешным Мутноватым Грудным Молоком Пахнет жареным Пахнет горелым Верденым Греха не таим Пахнет дело мое Пахнет тело Пахнет слезы Родная Твоим Молоком 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 Субтитры сделал DimaTorzok Новелла Матвеева Развеселые цыганя По Молдавии гуляли И в одном селе богатом Ворона коня украли А еще они украли Молодую молдаванку Посадили на полянку Воспитали как цыганку Навсегда она пропала Под тенью загара У нее в руках гитара Гитара, гитара Позабыла все, что было И не видит в том потери Ах, вернись, вернись, вернись Ну, оглянись, по крайней мере Было в речке босы ноги В пыльный бубен било звонко И однажды из берлоги Утащила медвежонка Посадила на поляну Воспитала как цыгана Научила бить баклушки Красть игрушки из кармана С той поры про маму-папу Забыл и медвежонок Прижимает к сердцу лапу И просит Денежонок Держит жаляпу вниз стольею Так живут одной семьею Как хорошие соседи Люди, ковни и медведи По дороге позабыли Кто украл, а кто украден И одна попона пыли На коне и конокраде Никому из них не страшен Никакой недуг и хворост По ночам поют и пляшут На костры бросая хворост Беглянка добрым людям Прохожим ворожит Все, что было, все, что будет Расскажет, как может Что же с ней беглянкой было Что же с ней цыганкой будет Все, что было, позабыла Все, что будет, позабудет Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- И все мое детство прошло под три пластинки. Под Навеллу Матвееву и под два детского Булата Шаловича Куджавы. И я хочу поздравить этого человека, Булата Шаловича, этого мастера, поздравить с днем рождения, сказать большое спасибо за то, что он есть. И давайте споем все вместе его песню про троллейбус. Субтитры создавал DimaTorzok Крушенье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи. Крушенье, крушенье, последний троллейбус мне дверь отвори. Я знаю, как взявкую полночь твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь. Твои пассажиры, матросы твои приходят на помощь. Я с ними не раз уходил от беды, я к ним прикасался плечами. Как много представьте себе доброты в молчанье, в молчанье. Последний троллейбус плывет по Москве, Москва как река затихает, И боль, что скворчонком стучала в виске. Стихает, стихает. И боль, что скворчонком стучала в виске. Стихает, стихает. Поэтов для меня. Любимых не только в смысле поэтов. Я его просто хорошо знаю. Не знаю, сколько лет. Это Влад Южаков. Когда-то мы вместе жили в Тольятти, а потом как-то так по очереди переехали в Питер. Вот, и поэтому он теперь питерский журналист и поэт. У меня много песен написанных на его стихи. Вот эта песня написалась в прошлом году. Этот остров похож на наряд небольшой шатёр. Он багров от осиновых крон на анеде осень. Седовласый старик, воды запалив костёр. Деловито по финсте коптит на дасте лосося. Стол стоит на пригорке, отсюда закат видней. На столе пол-литровка, закуска, ковырига, хлеба. Я приплыл к старику на моторке на пару дней. Погостить, да и просто давно, на природе не было. Вот и рыба готова, как пахнет, сойти с ума. Дед, да ты кулинар, хороша в сентябре, оннега. И старик наливает, довольный с собой весьма. Прорицая, увидишь, наутро дождёмся снегом. Я сижу на ковенье, накинув борсистый плед. Выдыхаю не пару свыту городского шума. А старик молодец, несмотря на преклонность лет, Ах, ловко рыбу коптит, и не знает, что мной придуман. Да и остров — лишь выдумка, лёгкая форма лыжи, Лишь попытка раскрасить рутину погряным цветом. Но, покуда старик между букв на экране жив, Я ещё погащу и тебе расскажу об этом. И когда ты поймёшь, что теряешь былую прыть, И свинцовую тяжесть судьбы осознаешь остро, Нос напрасно не вешай, ты знаешь, куда уплыть. У тебя с этих пор на Ниде есть личный остров. Нос напрасно не вешай, ты знаешь, куда уплыть. У тебя с этих пор на Ниде есть личный остров. У тебя с этих пор на Ниде есть личный остров. У него там через все мечты идёт. Когда мы будем жить просторнее, мы то-то, то-то, то-то. Вот я всё думаю. Когда мы будем жить просторнее, Я выделю Сергею Александровичу отдельное место под звукозаписывающую студию, чтобы он мог творить. Спасибо. Потому что... А что ты здесь стоишь? Иди на стульчик, сядь. Держу. А, ну я думала, ты на стульчике. Мы поём несколько песен Ольги Качановой. Вот мы начинали с песни про то, как мы хотели слушать Битлз. И ещё одна её песня. Ольга Качанова, Вадим Козлов. Про зонт. Всё начнётся с поцелуя под зонтом. А потом... А что потом? А потом тебя домой поманит дом. А потом... А что потом? А в доме женщина, женщина, женщина Говорит, говорит, говорит. Смотрит жалостно, смотрит жертвенно, И в халатике синим парит. Как синичка гнездо обустраивает, Может, стол передвинуть или шкаф. И тебе это даже устраивает, И тебе это даже в кайф. Потому что без женщины, женщины, Без её суеты и хлопот. Дом даст трещину, а через трещину Дом из дома уйдёт, пропадёт. А бездомным нельзя быть, поэтому Дом твой крепость, а ты крепостной. Выйдешь вечером за сигаретами, И случайно столкнёшься со мной. Всё начнётся с поцелуя под зонтом. А потом... А что потом? А потом тебя домой поманит дом. А потом... А что потом? Мы пойдём с тобой медленно, медленно. Будем думать, где нам ночевать. Забредём неожиданно в мебельный И двуспальную купим кровать. Припаркуем кровать в парке пасмурном И уснём, не снимая пальто. Без жилья, без прописки, без паспорта. А потом... Что же будет потом? Звучит песня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну ты чё? А ты вечер. Да, хорошо, да, вот это как раз. Все-таки у нас разные тематики с Ириной Алексеевной. Вот то, что я сейчас... Тоже стихотворение Влада Южакова, я когда прочитал, я просто сразу... Вот она у меня не то, что легла на музыку, она у меня вот встала так, вот это стихотворение. Я думал, что это у всех... Слушай, тут где-то вот подзвучка. Помнит чуть-чуть в мониторчике. Вот. А потом Владу, когда показал уже песню, он говорит, о, как интересно, я как-то об этом даже не задумывался. А я просто как читаю, я читаю и сразу слышу вот это вот... Какая-то вещь, что-то такое. И поэтому музыка, я не скажу, что моя. То есть она просто вот взята практически полностью из разных песен Вертинского. Временами так хочется слыть, не в пример образованный. И тогда я берусь за такой вот, как этот, размер стиха. Длинноватый, невнятный, помятый, неровный, изорванный. Типа умная мысль не должна быть на вид и на слух. Легко, временами прям ждет от стремления поднять свою значимость. И тогда я вставляю строку априори, отнюдь извне. Чтобы понял читатель, что было судьбою назначено. Быть воистину мудрым Плодону, Монтеню, Ашо и мне. Временами до зуда мечтаешь пуститься в пророчество. Говорить непростыми словами и странных желать вещей. Но потом отпускает. И в жизни по-прежнему хочется Костромского портвейна, бухгалтер Шузину и тисных щей. Костромского портвейна, бухгалтер Шузину и тисных щей. Ну да, да. Возьмем ее составляли. Перекладываем в нашу стольщики. 9 мая. Это такой день. Я не знаю, что еще сказать. Понимаете, все уже сказано. Говорить, наверное, больше нечего. Я вам расскажу про своих дедов. Один дед воевал на Невском пятачке и вернулся живой просто чудом. А второй дед, он был настолько великий мастер, что он был эвакуирован с заводом. И чинили они самолеты. Фанерные крылья, простроченные пулями, вот в эти вот дырочки вставляли заплатки деревянные. И его все спрашивали, Ван Григорьевич, что вы дерево микрометром меряете? Он говорит, а как же? И именно вот это его умение работать с деревом в конце концов привело к тому, что он начал делать гитары. И есть у меня еще одна его гитара. И вот, знаете, я это помню еще. Ходил у нас еще на старой квартире, такой под дом приходил точить ножи-ножницы. Помните, таких ходили? Значит, с колеса. Вот точить ножи-ножницы. И когда я познакомилась с творчеством Владимира Болотина и услышала песню про точильщика, я ее всегда стараюсь спеть 9 мая и посвятить вот тому поколению этих дедов, которые воевали, которые вымеряли микрометром древесину, вставляли заплатки в крылья самолетов, которые поднимали все, что можно, если невозможно поднять. Вот точильщик. Он такой осторожный, такой, Но вино проливает порой. Без надежды на вечную жизнь Он все точит и точит ножи. Без надежды на вечную жизнь Он все точит и точит ножи. Он такой, бестолковый такой, Все он делает левой ногой. Правый нет, из похмелья дрожит, Зарабатывает, зарабатывает на жизнь. Правый нет, из похмелья дрожит, Зарабатывает на жизнь. Он такой, малахольный такой, Он такой, малахольный такой, Что давно б уж пора на покой. Без упрека, без боли, без лжи, Он все точит и точит ножи. Без упрека, без боли, без лжи, Он все точит и точит ножи. Век пройдет и наступит другой, Вновь завертится шар голубой. Только звезды, как искры в тиши, Видно, там затупились ножи. Только звезды, как искры в тиши, Он и там тоже точит ножи. Спасибо. Спасибо. Вот еще одна из совместных песен, Где стихи Ирины, а музыка моя. Во всех наших песнях я очень прошу, Не путайте меня и моего лирического героя. Вот в данном случае лирическим героем Является княжна. Поет она колыбельную. Ну, какая княжна, такая и колыбельная. Я во сне к тебе, любимый, приду, Я из осени к тебе дотянусь, Первый снег и прочую ерунду. Зарифмую и тебе улыбнусь, Протанцую босиком по росе, По цветам, по раскаленным углям. Я хиповая княжна, я в джинсе, Не соперница твоим хрусталям. Я не стою целой жизни твоей, Собирал ее так тщательно ты. Но глаза твоих прекрасных детей Разбивают в дрыск шальные мечты. Не русалка я, полячка, княжна, Но иду к тебе по острым ножам. Не любовница твоя, не жена, Я тебя, мой друг, однажды предам. И тогда сомнутся наши крыла, Что держали нас с тобой в небесах, А любовь, любовь была и прошла, Что осталась седина в волосах. Я во сне к тебе, любимый, приду, И из апреля я к тебе дотянусь. Я весну и прочую ерунду Зарифмую и, наверное, Я весну и прочую ерунду — Сергей Александрович, я бы вас попросила. — Что? — Ну, ладно. — Это называется камер-версия. — Да. А, правда? — Вы забыли. — На самом деле есть замечательная песня Валерия Мищука на стихи Бориса Рыжего «На окошке на фоне заката». Есть замечательная версия Сергея Нетитина. Они обе прекрасные. Но у Сергея Нетитина такая жестокая танго. Ну, Борис Рыжий, понятно, что. А у Валерия сделан вальсок. Но при этом почему-то вот его мелодия нам понравилась гораздо больше. В общем, мы решили совместить. Из вальса сделали все-таки танго. Но мелодия Валерия Мищука. На окошке на фоне заката Дрянь какая-то желтым свела. В общежитие жиркомбината Некто Н среди прочих желан. И в легчайшем подпитии являясь Я ей всякие розы дарил. Раздеваясь, но не разуваясь Не смешно о смешном говорил. Трепетала надменная бровка Матерок с алой губки слетал. Говорить мне об этом неловко Но я точно стихи ей читал. Я читал ей о жизни поэта Четко к смерти поэта клоня. И за это, за это, за это, за это Это Н целовала меня. Целовала меня и любила Разливала по кружкам вино О печальном смешно говорила Михалкова ценила кино. Выходил я один на дорогу Чуть шатаясь мотор тормозил. Мимо кладбища цирка острого Вез меня молчаливый дебил. И грустил я, спросив сигарету, Что какая б любовь не была. И однажды сюда не приеду Она меня очень ждала. В окошке на фоне заката Дрянь какая-то желтым цвета. В окошке на фоне заката Дрянь какая-то желтым цветом. Разговор двух дам Подслушанных в аэропорту города Челябинска Правдивым автором. В то время, когда там совершали посадки Самолеты различных направлений. В связи с непогодой. Я не поняла, вы заказали? Нет, не приходил еще злодей. В этих ресторанах привокзаренных Нас и не считают за людей. Я во Владик жму из Ленинграда. Ну, муж там без меня на стенку влез. А вы? Не, Владика, и даром мне не надо. Я в Мацесту сбросить лишний вес. Излишний вес он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез излишний вес. Встаньте, дорогая, и пройдитесь. Ой, 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 вот тут у вас висит. Крошка, при моем-то аппетите Еле помещаюсь я в такси. А вот, говорят, масластым нет проходу. Что? А пышных сейчас не очень говорят. Не, крошка, это западная мода. А что он, что имеет, то и рад. Излишний вес он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез излишний вес. А я вам говорю, не ешьте на ночь. Как так? Вот после восемнадцати все, антракт. Да. А если гости к нам на грамот? Ну, гости пусть рубают, что хотят. Могу. А надо съездить в город Мелитополь. Что я там забыла? Ой, бабка варит там сыпец один. Вот вы знаете, ну вот выпьешь, ну сразу станешь стройною как топой. А как артист Николь Валентинович. Излишний вес он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез излишний вес. Ну а эти, извините, йоги? Крошка – это сумасшедший дом. Я однажды завязала ноги в позу лотос. Так еле развязала их потом. Ну где же официант, будь он не ладен? А, вон он, вон он, приближается злодей. Будьте добры, пожалуйста. Мне четыре порции оладьев со сметаной. А мне картошки, пиво и сельдей. Вот так. Излишний вес он словно бес. Он цепко держит наши органы в осаде. А также виден он и спереди, и сзади. Чтоб он исчез излишний вес. Юрий Висбор. Владимир Ландсберг. Ой, дай водички. Глоточек. Кто-нибудь упадет, споткнется. Технику безопасности надо соблюдать. Я попробую. Я уже. Послушайте, ведь если звезды зажигают, Значит, это кому-нибудь нужно. Но не только в этом дело, а еще и в том, Что по небу ходит кто-то, эти звезды зажигая, Чтоб до самого рассвета им гореть едва мигая. Кто-то не знаю, но предполагаю, что бродит. Маленький фонарщик от звезды к звезде, Вот он лесенку приставит, Вот оконце голубое отворит. И чиркнет спичкой, огонек зажжет зеленый, И заторопится дальше, 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 И так всю ночь бродит. Маленький фонарщик от звезды к звезде, Вот он лесенку приставит, Вот оконце голубое отворит, Фитиль подрежет и нагар щипцами снимет. А если стеклышко замутится, Он протрет его маленьким фланелевым лоскутком, Чтобы звездочка сияла до рассвета, Чтобы звездочка сияла до зари. А еще у него есть забота Следить, когда пойдет дождь, Чтобы фитили не отсырели. А еще вы, наверное, думаете, Если с неба падает звезда, У фонарщика тут же убавляется забот, Ничего подобного, Потому что тут же на ее месте Рождается новая. Просто до поры до времени Ей не разглядеть невооруженным глазом, И поэтому бродит маленький фонарщик От звезды к звезде, Вот он лесенку приставит, Вот так он за голубой Отварит фитиль, Не черкнет спичкой, Огонек слегка подправит, И заторопится дальше, дальше. А ведь когда-то был высотен Этот маленький фонарщик, Был высотен, был ужасно долговязан, Под тем, что и лесенка ему не нужна была, Но, увы, от ночи к ночи Уменьшался раз за разом. Может, скоро и совсем от него Ничего не останется, А все потому, что спичку он зажигает, Чиркая подметки своего башмака. Странно, при этом подметки Остаются совершенно целыми, А уменьшается сам фонарщик, Ну, пусть не на много, На ноль, 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 Одну какую-то миллиметра. И все же, И все же говорят, Что дело вовсе не в этом, А в том, что к каждой звездочке Он отдает частицу самого себя. И вот уже бродит маленький фонарщик От звезды к звезде, И когда его не станет, Что же люди будут с нами В небе добрыми руками, Кто затеплет это пламя. А вы улыбаетесь, Вы-то знаете, Что никакого фонарщика нет, Что все это ядерные процессы, Распад, синтез, Выделение колоссального количества энергии, Миллионы веков, Миллиарды световых лет И бесчисленное множество вселенных, Которые разбегаются, 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 И их уже не собрать, Если только за дело Не возьмется Маленький фонарщик, Маленький фонарщик. Маленький фонарщик, Маленький фонарщик, Маленький фонарщик, Я взял у Лёву Юфита, Который ушел от нас в прошлом году, С которым мы пили вместе. Всё? Стихи Веры Вотинцевой, Музыка Евгения Исакевича. Вот две души, считай, уже семейка, Её сложить невелика подруга, Плывут на ледине дерева скамейка, И два сурка, Обнявшие друг друга, Уж сколько лет тому Не вспомнить ныне, Похоронили и забыты Ноя. Закрой глаза, Мы странствуем на ледине, И я сурок, И я сурок, И ты сурок со мною. И снег летит над нами, И свищет ветер, Не имеют тельца нежные от снега, Весь свет нам льдино, Мы одни на свете, Мы твари, И твари, Слежавшие с ковчега, И есть числа немыслимым Порогом, Дорогом, Ни к берегам, Ни к братьям, Ни к порогам. Молчу во тьму, Над ледяной волною, Жую кусок, Жую кусок, И мой сурок со мною. Спасибо.